МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днем ангела, дорогие именинники! Церковь представляет собой большую семью. Не только те, кто возле нас находится и живет бок о бок, но и те, кто жил очень давно и в других странах, все равно во Христе таинственно связаны с нами родственными узами. Совершенно особую роль в церкви играет епископ. Вот уж кто-кто, а он-то должен быть всем родным, по крайней мере, в пределах своей епархии. Добрый пастор должен быть отцом для сироты и подпорой для впавших в уныние. Сегодня мы как раз расскажем о человеке, который был по достоинству епископ, и имя его означает родной, а по-латински Герман. Это святитель Герман, архиепископ Казанский. Он родился в благочестивой семье дворян по фамилии Полевые. Родился в городе Свияжске в XVI веке. С юностью у него проявилось желание монашествовать, желание подвига и одинокого отшельнического жития. Он ушел в монастырь еще будучи юношей и постригся в Иосиф в Волоколамском монастыре. Кстати, в то время там томился в неправедном заточении святой Максим Грек, переводчик и переписчик духовных книг, человек, внесший неоценимый вклад в развитие нашей духовности и религиозной истории. Пробыв долгое время монахом, пройдя все искусы, подвиги, молитвы, послушания, со временем Герман стал архимандритом, а потом и епископом. В 1555 году царь Иван Грозный захватил Казань, упразднил Казанское ханство и в новопросвещенном граде Казани учредил христианскую епархию, поскольку она включилась в состав Российского государства. На новую учрежденную кафедру нужен был епископ, такого доброго пастыря нашли, это был Гурий, первый архиепископ казанский, и на его плечи легла апостольская миссия. Рассвещать христианской верой татарский народ, строить храмы, объяснять таинства, догматы христианства, одним словом, миссионерствовать. Через 9 лет на этом посту Гурия сменил святой Герман. Только 2 года пришлось ему быть пастырем в новоучрежденной казанской епархии. Через 2 года, заметив его особенную ревность о Господе, грозный царь Иван IV Васильевич забрал его в Москву для того, чтобы по испытаниям поставить на высоту митрополитической кафедры, сделать митрополитом московским. До избрания, до возведения на митрополию пришлось жить ему некоторое время, Герману, в митрополитических покоях. Он еще не был митрополит, и, видя многие несправедливости, творившиеся на Москве людьми царя, он им дерзал делать открытые обличения. Царю это не понравилось. Царь сказал Герману, ты еще не митрополит, а уже стесняешь нашу свободу. Так он не стал митрополитом, 2 года был отлучен от священодействий и в опале под надзором прожил до самой смерти. Так закончила жизнь этого приутружденного и годами, и подвигами благого человека, имя которому Герман, архиепископ Казанский. Когда сегодня те или иные церковные силы, люди, православные люди, желают канонизировать царя Ивана Грозного, то берет душу недоумения и некая оторопь. Откуда взялись факты, которые подвигают их к этому? Откуда вообще родилось такое желание? Ведь царь был не в меру строг, не в меру суров, и много дров наломал в нашей истории, многим святым причинил обиды. Историю нужно знать, история всегда страшна и непроста, но ее нужно изучать и не столько знать факты, сколько чувствовать сердцем те или иные события, и праведность того или иного человека. Кроме Германа, сегодня мы рады поздравить множество именинников. Павла, Варлама, Никиту, Александра, Ефросинью, Клавдию и Матрону. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова